Болело все. Руки, ноги, живот, спина, ребра. Но больше всего болела голова. Зубы, слава богу, целы. Я проверил языком, только два из них заметно шатались, а вот левый глаз открываться отказывался. Да, не очень удачно получилось. Всего за неделю до свадьбы. Острая боль в боку от удара совпала с вопросом. — Ну и долго ты собираешься валяться? — Сейчас. Встану. — Больно же. Осиротевшим глазом я видел доски палубного настила. Должен признать, довольно чистые. И чьи-то ноги? В высоких сапогах или босые? Сколько их? Две, четыре, восемь. Черт, да что же это такое? Очередной удар пришелся по тому же боку. Нужно вставать, иначе забьют насмерти роды. Палуба уходила из-под ног и вовсе не из закачки. Я провел ладонью по левому глазу, вытирая кровь со слипшихся ресниц. Цел глаз, цел. А это уже пусть маленький, но повод для оптимизма. И куда мне с такой физиономией на собственную свадьбу? На чужой в подобном виде бывать приходилось. Не думал, что и на своей случится. Так, и что тут у нас? Двухмачтовый парусник. Такие здесь катласами называются. Прямое парусное вооружение. Очень маневренный и довольно ходкий. Идет круто к ветру. Вон сколько парусов зарифлено. Человека, стоявшего передо мной, я видел в первый раз. Роста высокого, кучерявая борода, улыбка во весь рот. Только вот эта самая улыбка мне от чего-то совсем не нравится. Нет в ней никакого радушия. Ничего, разберемся. Что, благородный ты наш, не нравится? Еще бы. Конечно, нет. Кому же такое обращение понравится? Я за собой склонности к мазохизму никогда не замечал. Сейчас мы спокойно поговорим и, надеюсь, договоримся. Моя любимая не какая-нибудь там прачка или булочница. Если проблему невозможно будет решить при помощи золота, найдутся и другие рычаги воздействия. Любой человек чего-нибудь боится. А возможности у моей будущей супруги. Так что непременно рычаги найдутся. Нисколько в этом не сомневаюсь. И я сказал, устремив свой одноглазый взор за его спину. Грот-образы прослабли. Чего? От неожиданности мой собеседник посмотрел туда же, слегка обернувшись. Грот-образы действительно прослабли. Корабль менял курс, ложась на другой галс. Так что я не лгал. Очень трудно. Почти невозможно, находясь в такой позе, как была сейчас у моего собеседника, равномерно распределить вес на обе ноги. Даже если очень стараешься это сделать, одна нога все равно... Субтитры создавал DimaTorzok